Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают что мы не задумывали, потому что это сохраняется в интернете ТДП уровня. Здесь мы собираемся посмотреть, как это увеличивается и как это выполняет в лодке. Итак, Intel 2900К увеличивается до максимума 5.2 ГГц, под низкой лодки, и под низкой лодки, это увеличивается до 4.8 ГГц. Эффициентные цифры на данный CPU, которые, если вы любите, лодки лодки, они работают на постоянной 3.6 ГГц. Компарируем это с 12900КС, это 12900КС, у нас есть 3.4 ГГц, но у нас есть 5.5 ГГц. И, когда вы делаете эффективные цифры, вы говорите, что у нас есть 4 ГГц. Соответственно, у нас есть 300 МГц на уровне лодки, у нас есть 400 МГц на эффективные цифры, и на уровне лодки, вы увидите, что, в целом, 12900КС пытается держать лодку на 5.2 ГГц, что, по сравнению с 12900КС, у нас есть 400 МГц более много лодки. Если это успеет, мы рассмотрим в минуту, но это основная цифры, то, по сравнению с 12900КС и, по сравнению с 12900КС, преимущественно преимущественно на уровне лодки. Это просто бин, CPU, который позволяет более качественной качественной скорость. и, по сравнению с 12900КС, как бы, как бы, лучшее 12900КС в стоке в моде лодки, когда использована с интелл алгоритмом и 240 МГц АИО, как вы видите на риге, я должен показать, что я использовал 24 МГц АИО, для того, чтобы все подбирать все консистентное, как я делал с 12900К. И, по-моему, что я увидел, что, во многих тестах лодки, включая, ручки в CineBench или Блэндер, я увидел, что по-моему, на CineBench R23 было около 1000КС на мульти-фрейте, и около 100КС на мульти-фрейте. И, по-моему, на экране. И, по-моему, что я увидел, в игре, что, в любом виде, особенно, на низкие, вы увидели около 5-6% improvement когда вы используете DDR 5400 МГц ДР5 как мы имеем на фрейте, что у нас есть Asus Hero. Что я заметил, когда тестировали на стены лодки, как в CineBench или Блэндер, где мы говорили 1.5-часов нон-стоп рендеринг, что два цена интелл-буссмера алгоритм пытаются по-моему, 5.2 и 5.5 на 5.5 на стены на 5.5 ГГц очень тепло. Это, естественно, смешно, потому что для того, чтобы держать стены 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 на 5.2 на 5.5 ГГц на 5.5 ГГц на 5.5 ГГц на 100 ГГц на 3.4 ГГц на 0.5 ГГц и 4 ГГц, и 4 ГГц, и эффективность. Вы не ожидаете подобное, но мы видим, естественно, что Intel Turbo Boost, Velocity Boost, и, действительно, это же на все CPUs, которые имеют эти алгоритмы, что они цепляют скорость через их корз, и это не консистентно проводит скорость, как это делает, если у вас есть manual, fixed-overclock. И также, что я увидел, когда мы проводим на облаке, то мы могли более аккуратно оттенять 7 градусов, для того, чтобы все же, все же, все же, все же, и все же, как и с Турбо-Велocity Boost. Мы не видели никакой троп-планирования на корзе, но мы не могли бы защитить все декорации для того, чтобы все тесты. И это облаке, как и с Турбо-Велocity Boost, basically resulted in around 3-5% in gaming, maybe slightly more depending on the resolution and then for the multi-threaded performance it resulted in around 10% better multi-threaded performance now also what I then tested was how we could gain more performance by tuning the cache or running faster memory what I found actually was that faster memory is still on DDR5's not doing that much because you're sacrificing cache latency so you're gaining 1 or 2% absolute max by tuning memory frequency if you like. If you tune cache speed however the K before it and any other variation have a locked cache speed of around 3.6 but you can actually push cache speed to 4.3 or 4.4 and this is giving you like 5, 6 even in some applications 7% increase in performance. So overall if you overclock you save temperature if you overclock and then you tune cache you can gain around 12% of extra performance in multi-thread and around 10% extra in your gaming. So overclocking is still worth it and actually because of this saving of temperature it gives you even more headroom should you want to overclock even further 5.1, 4.2 4.1 was something that I just wanted to check and validate my results after testing stock on both of the 12900K products. So having the benefits of all this testing in hand we can really see that cooling does make an important contribution to the performance of this CPU for you. So whether you're overclocking or indeed whether you're running stock performance and want better overall performance you need the cooling headroom for the Intel inbuilt algorithm or indeed giving you a bit more overclocking headroom. And what I personally would recommend given that what I saw was that the 240 radiator wasn't enough for this really on an AIO or indeed is absolutely the minimum what I would be recommending is a 360 AIO or even better a custom loop. Now what you'll see with my overclocking bundles is that I have incorporated a 360 radiator as the minimum cooling in all of those. And if you want to gain all the benefits of all the overclocking that we've discussed here on the video you can buy one of my plug and play bundles straight off our website and they come with everything you need to upgrade your system in terms of memory, CPU, motherboard and cooling of course all these settings for overclocking to gain the maximum efficiency already built into the BIOS. From my testing I've obviously seen that this is currently the king of gaming. So of course with it being the king of gaming it would be rude not to include it in future 8-pack systems and we have got those in development with all kinds of cool looking aesthetics for anyone who wants any type of modifications. Obviously keep your eye on 8-pack social media and of course Overclocker's website to find out more about those systems. Also check out the links in the description below if you're interested in the overclocking bundles and the upgrade bundles. They come with absolutely everything you need. Just wang them in your case and away you go. And finally obviously as usual like, subscribe, blah 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 and all that junk. I'll see you in the next video. 8-pack out. пять out. . . . . Продолжение следует...